всем привет сегодня поделюсь с вами нашим семейным бюджетом как я его веду я как бы только начинаю раньше я просто пользовалась одной замечательной программкой но у меня с ней начались проблемы и поэтому я ее просто удалила и возник вопрос как же лучше заботиться своем семейном бюджете как же все записывать и фиксировать почему я раньше сильно об этом не переживала потому что у меня муж получал зарплату в разных суммах в разные как бы приблизительно в одно и то же время но в разных сумм получалось так что официально по контракту например работает 15 дней в год и ему выплачивалось эти 15 дней в год ему должны выплатить на карточку остальное что он переработал скажем там сверху там то ему выплачивалось на руки и в результате я не у меня не получалось вести семейный бюджет то есть я не знала какой у нас приход идет я могла записывать только траты на что тратила именно я но тратил же не только я тратил мой муж это немножко сын там на билеты на автобус и так далее и тому подобное поэтому у меня вообще не получалось вести семейный бюджет в результате я просто начала сейчас открыла тетрадку и просто начал в нее записывать какие дни что трачу потом у меня вдруг возникла идея а почему бы это все не организовать да мне хочется запомнить на что и сколько я потратила и я просто решила поискать какие есть приложения какие есть программки для для ведения бюджета однако практически во всех программках есть такой нюанс как категории и я как села я как начала смотреть что вот в эту категорию что пойдет лучше а куда отнести вот эту категорию а куда вот это вот какой категории это короче говоря у меня начала голова пахнет просто просто из-за того что нужно было придумать куда внести результате я просто поудаляла все эти программки меня не устроили и я просто нас и начала записывать дату название на что я потратилась и сумму какую я потратила просто записываю столбик признать об когда я искала к еще хоть что-нибудь мне попалась электронная таблица excel и я просто внесла столбик так в этом столбике даты в этом столбике название в этом столбике сумма то есть стоимость и под всей этой стоимостью я просто сделала сумму и мне просто посчитала автоматически сколько у меня потрачено за целый месяц рядом я сразу же сделала вторую колоночку дата название какая прибыль была скажем моя зарплата там с такой-то работы зарплата с такой-то работы какие-то там детские деньги скажем такое вот и или там долго дали все это записала и тоже сделала сумму в результате я теперь могу сравнить сколько я получила за месяц и сколько у меня осталось плюс и сколько я потратила плюс я могу сделать разницу и посмотреть это уже официально то есть как бы практически посмотреть эту разницу для этого я придумала свою формулу простенькую самую простую формулу для удобства что у меня есть запас и вот этот запас равняется доход минус расход даже если у меня расход получается больше чем доход у меня в конце концов все вычитается из запаса если у меня есть запас определенный то я его вписываю в доход потом и потом же его же вычитаю то есть то что у меня остается в конце месяца это запас скажем осталось у меня 100 евро я их записываю в доход на следующий месяц и потом следующий запас я уже высчитываю следующего месяца вот так принципе очень просто простейшие формулы простейшее оформление но все таки мне намного удобнее записывать еще и тетрадку потому что прибежал там с магазина пока не забыл быстренько черканул пока компьютер откроешь пока загрузится пока откроешь таблицу то намного дольше я просто высажусь вечером переписываю тетрадки перепечатываю и у меня все под контролем получается и там и там у меня в обоих местах есть доход мы есть бюджет и есть возможность контролировать свой бюджет семей вот кроме того у меня еще есть список того на что я каждый месяц трачу то есть то что регулярно но дело в том что например афита это то что я плачу каждый месяц за квартиру то что я снимаю афита у меня платить платится ежемесячно за свет у меня балеты приходят раз в два месяца за интернет тоже телефоны плачу каждый месяц но я не знаю что отнести их категории дом чуть нести их другой категории вот и у меня из этого произошла путаница поэтому я себе и облегчила всю эту задачу сделав самые простейшие таблички просто для визуализации что у меня и куда у меня девается и сколько я зарабатываю нашу трачу плюс я могу посмотреть когда я что купила в какой именно день на что потратила и я также могу отследить например в супермаркет мы зашли сколько раз в месяц я туда зашла и какую сумму потратила то есть я могу определить отсюда сколько мне нужно на месяц на еду на примерно супермаркет сколько мне нужно на бензин сколько мне нужно там на еще на что-то то есть это очень интересно получилось легко вроде бы и легко сделать статистику и нет необходимости вводить кучу категорий пока я составляла сценарий этого видео вышло новое видео на канале youtube мама и у ирины очень прекрасная табличка оказалась которую она сама нашла на просторах интернета и благодаря этой табличке я смогла организовать все свои доходы расходы и все что очень долго не могла организовать в категории мне удалось адаптировать табличку под себя поставить совершенно другие категории поставить немножко другую сумму немножко изменить колонны столбцы однако у меня вместилось все мои расходы все мои доходы все это получилось очень красиво и очень легко изменяемо очень легко можно добавить сумму которая течение месяца меняется например на бензине на сколько раз я покупаю бензин я могу просто добавить в ячейку плюсик сколько мы потратили в этот день недели сколько в этот и все это суммировать же я сделала так чтобы у меня не перемещались первые две колонны которые изначально были планы однако я сделала план на месяц и план на год для удобства для меня потому что у меня не всегда то что на месяц совпадает с тем что на год например траты на мусор у нас идут один раз в год и они не делятся на месяц то есть я могу оплачивать по ратам могу оплачивать скажем делится на 3-4 балеты однако при этом это не раз в месяц это раз в пару месяцев ну вот как бы и все я вам визуально показала как это все выглядит не так уж и сложно думаю что у вас какие-то свои системы и программки если у вас есть какие-то советы для меня можете ими поделиться в комментариях буду очень рада всем пока спасибо за лайки комментарии подписку чао